Экономические системы Служит определенный уровень развития производительных сил, а установившаяся система связей и отношений, способы регулирования экономической деятельности позволяют использовать их с большей отдачей. Именно поэтому единство производительных сил, производственных отношений и хозяйственного механизма, обуславливающего их взаимодействие, называют экономической системой. Разные страны мира различаются по институциональному устройству, идеологии, национальным традициям, поэтому даже однотипные системы в разных странах могут существенно отличаться друг от друга. Так как экономическая система это очень сложное образование, классифицировать их можно по различным признакам. С точки зрения развития материальной базы выделяют доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные системы. Доиндустриальная экономическая система базировалась на сельскохозяйственном производстве. В этом обществе преобладал ручной труд, производительность которого зависела в большей степени от природных условий, а его целью было создание продукта для поддержания жизни. Создание индустриальной системы связано с формированием промышленного производства, развитием капиталистических производственных отношений. В этот период полная зависимость человека от природных факторов была преодолена. Все большее значение играют искусственно созданные производительные силы, станки, оборудование, приборы и прочее. Постиндустриальная система – это результат научно-технической революции. Его характерной чертой является создание новых технологий и прежде всего создание и развитие электронных систем, внедрившихся во все стороны человеческой жизни. В этом обществе создаются предпосылки роста производительности труда, совершенствования продуктов труда и самого человека. С точки зрения способов удовлетворения потребностей выделяют традиционные, командно-административные и рыночные системы. Традиционная экономическая система характерна для слаборазвитых стран. Она основывается на обычаях и исторических традициях. Эти традиции передаются из поколения в поколение и определяют, какие товары и услуги, как и для кого производить. Техническое, научное и социальное развитие в странах с традиционной экономикой весьма ограничено. Технический прогресс проникает в эти страны с большими трудностями, так как он вступает в противоречие с традициями и угрожает стабильности существующего строя. Командно-административная система основывается на единой государственной собственности и централизованном управлении народным хозяйством. Государство через плановые органы определяет, кто, сколько и как будет производить продукты. Как правило, этой системе присуще уравнительное распределение благ, что снижает стимулы экономического развития. Рыночная система является полной противоположностью командно-административной. Она основывается на частной собственности. Проблемы, что как и для кого производить, решает рынок. Развитие конкуренции является мощным стимулом развития производства и повышения производительности труда. В целом, рыночная экономика обеспечивает эффективное использование ресурсов, обладает гибкостью и приспосабливаемостью к изменениям потребностей, требованием научно-технического прогресса, дает производителям и потребителям свободу выбора. Функционирование рыночной экономики показало ее слабые места и недостатки, поэтому в современных условиях часть экономических функций берет на себя государство, формируя смешанную экономику. В такой экономике используются и рыночные, и административные методы управления хозяйством, что позволяет решать одновременно и экономические, и социальные проблемы общества. Современная рыночная экономика, как и любое экономическое явление, развивается на основе разрешения противоречия между тенденциями к обособленности и объединению, проявляющимися как разделение труда и кооперация, дифференциация и интеграция. Поэтому экономически обособленные производители под воздействием существующих экономических механизмов неизбежно вступают в определенные связи и отношения друг с другом, образуя единую экономическую систему. Эта система под воздействием прежде всего процессов интеграции вызвала к жизни новые явления, характерные только для сегодняшнего дня. К ним относится система маркетинговых служб, которая стала действенным механизмом интеграции производства и потребления, основанной на соблюдении общих интересов производителей и потребителей. Конкуренция в рынке идет не только между предпринимателями, но и между наемными работниками. Социально ориентированная экономика привела к созданию системы содействия занятости населения, в рамках которой работают как государственные органы, так и общественные организации. Субтитры создавал DimaTorzok